Здравствуйте всем. Наверное, начнем. Всем привет еще раз. Я заранее хочу предупредить всех участников, что наша беседа, наши обсуждения будут записываться на видео, потому что это требование нашего донора. И поэтому мы должны будем это все записывать и потом выложим это все в соцсети. Сегодняшняя тема нашего обсуждения это роль карикатуры в карьерской журналистике. Почему мы эту тему поднимаем? Потому что уже который год общественное объединение журналистов проводит конкурс карикатуры. И который раз уже определяет всех участников, победителей и выдаем призы. Естественно, на это каждый год мы ищем доноров, чтобы они поддержали. И конкурс карикатуры мы проводим каждый год при поддержке различных международных организаций. Появился звук. Появился? Да. До этого не слышно было, да? Не, я слышал, но изображений не было. Как до этого говорил я, до этого мы каждый год проводим конкурс карикатуры в честь ко дню свободы слова печати. Каждый год мы 3 мая проводим конкурс карикатуры и там определяются победители. Для этого мы каждый год определяли членов жюри, чтобы они определяли всех участников. Но с каждым годом все становится сложнее и сложнее определять и участников, а также и победителей. Вот поэтому в этом году мы тоже обсуждали этот вопрос, проводить ли нам еще в этом году конкурс карикатуры или не проводить. Или просто как бы определиться нам, может не конкурс карикатуры проводить, или может обсуждение проведем среди тех наших коллег, которые сильно переживают за этот жанр. Потому что, как вы сами понимаете, до этого в Кыргызстане в советское время был журнал «Чалкан». Там очень был сильно развит этот жанр. Потом, после распада Советского Союза этого журнала не стало. И жанр карикатуры, он как-то остался на стороне. В развитии этого жанра, естественно, там наших коллег, участников очень мало. Их посчитать своими пальцами и все на этом. Максимум в Кыргызстане, по-моему, и даже 10 человек не будет, кто занимается этой карикатурой, если честно говоря. И поэтому мы хотели обсудить этот вопрос вместе с вами, наши коллеги. Как вы думаете, роль карикатура в Кыргызстане, какова она сегодня? Она есть или нет? Мы знаем в последнее время, в последние годы, вот Татьяна с нами, Зелинская. Здравствуйте еще раз, Татьяна. Она пытается как-то дать свою позицию через такие картинки, которые анимированы, да? Как бы скажем, чем-то похожи на карикатуру, на различные проблемы, социальные проблемы. Про насилие в семье и про другие, которые какие-то политические ситуации бывают. Она сразу делает анимационную рисунку и выставляет на это соцсети. И люди на это дают свою реакцию, обсуждают, дают хорошие, позитивные комментарии, некоторые негативные комментарии. Ну, разные комментарии, потому что у каждого гражданин есть свое право. И хотелось бы задать вопрос, какова роль? Вот у нас с нами сейчас рядом сидит мой коллега Марат Тухой, а кто хочет что-то еще добавить. Здравствуйте. Я хотел немножко рассказать предысторию. Мы начали проводить карикатуру где-то в 2008 году. Мы организовали не сами, мы это делали совместно с казахской организацией, а для связи. То есть, первый раз это только международный был. Во втором году тоже был, но мы решили, что у нас есть карикатуристы, мы их, и поэтому мы еще и республиканские проводили. То есть, это был международный, плюс еще и республиканские. И каждый год почти мы проводили, где-то у нас, ну, где-то после 10-го года, где-то у нас 4 года, по-моему, был маленький перерыв. Вот мы с 19-го года обратно начали проводить этот конкурс. Алмаз Исманов, он в самом начале у нас находится в жюри. Знает прекрасно, как все проходили, сколько работ поступало нам. И последние два года мы это все оживленно как бы одерживили, создали сайт. Даже сейчас немножко покажу на сайт, который мы... У нас вот здесь вот этот сайт, карикатура Кейди. Мы здесь попытались все работы, которые у нас были в архиве, выставить, выставить и также выставить все материалы, которые публиковались у нас в последние два года. То есть, здесь есть несколько работ 2009 года, 2012 года, вот и 2019-2020 года. Вы можете все здесь посмотреть. Все эти работы у нас можно поискать по авторам. Там есть короткая информация про автора и про их работы. Ну и тут новости, карикатура у нас включена на двух языках. Можно посмотреть на крысском, на русском. Мы проводили таким образом, чтобы любой желающий, в том числе средств масс-информации, могли использовать наши карикатуры свободно. То есть, работа, которая участвовала на нашем конкурсе, они заранее соглашаются с тем, что все их работами могут воспользоваться любой средств масс-информации, как бы бесплатно. Мы знаем, что работы, как бы карикатуры могут... Марс, у тебя включено, что ли? Что работа в карикатурном более красиво, бывает красиво, чем даже тысяча слов. Ну, почему мы решили в этом году, как бы сказать, вынести на обсуждение этот, стоит ли нам проводить карикатуру и так далее, потому что мы сталкивались не с теми, больше организаторскими проблемами, хотя у нас каждым годом больше и больше людей начинают участвовать на наших конкурсах. К сожалению, там и появляются проблемы с плагиатом. В последнем году мы там, по-моему, четырех авторов отсеяли, из-за того, что они как бы использовали плагиат. А в том, что мы не видим какого-то особого оживления, что ли, используемых средств масс-информациями и карикатур. И с этого у нас возникает вопрос, насколько у нас актуально искусство карикатуры. Стоит ли поддерживать, или это, скажем, такое безнадежное дело. Поэтому мы пригласили всех тех, кто занимается этим искусством, были членами жюри и у нас в числе сегодняшних гостей, и как бы люди, которые когда-то участвовали в нашем конкурсе и выигрывали. Можно я дополню? Тут мы тоже приглашали Руслана Валитова, но он, к сожалению, не смог иметь участие, потому что он в данном момент находится за городом, и у него там связь плохой. Поэтому он попросил зачитать его мнение. Он написал нам, говорит, по ситуации с карикатурой в КР, честно говоря, сказать ничего особенно не могу, так как карикатурой я уже не занимаюсь последние пары лет. Единственное, что могу сказать, что карикатура в Кыргызстане не востребована. Заказов в последнее время практически не было. А если были, то хотели карикатуру за копейки. Так что заниматься карикатурой у нас стало совсем невыгодно. Тема и карикатура, которая появляется где-то, это рисунок политический, социальный. Уже более или почти 20-летней давности. Но они не теряют актуальность, потому как все отражающиеся в них проблемы в нашей стране, к сожалению, идут по кругу. Это написал вот Руслан Палетов. Тоже коллега наш, который каждый год принимает участие. Но последний год он сказал, я не смогу принять участие, так как уже, ну, как сказать. Среди тех участников, его работа всегда занимала передние, ну, ключевые места. То есть он занимал и первое место, и потом второе, по-моему, было, если память не ошибает. И потом в последнее время он говорит, я лучше откажусь, не буду участвовать в вашем конкурсе, потому что люди могут не так подумать. И поэтому мы тоже согласились. И как до этого Марат уже сказал, вот в 20-м году, когда принимали очень много желающих, было принять участие в нашем конкурсе, мы обрадовались. Но, к сожалению, так получилось, мы выявили, что там многие занимаются просто пиратством, копируют те карикатуры, которые уже есть в интернете, знаменитых людей, знаменитых карикатуристов, которые находятся за границей, берут их работы и просто копируют и отправляли нам. И это выявляли сами участники, которые принимали в этом конкурсе. И нам было очень, если честно сказать, с одной стороны стыдно, с одной стороны смешно было нам очень смотреть со стороны на все это. И вот хотели в этом году обсудить этот вопрос. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно, очень хорошо слышно. Здравствуйте, участники. Я, ну, не из этой среды, я вообще первый раз вижу вот такой конкурс, и этот сайт, и вообще о том, что, оказывается, у нас проходят конкурсы карикатуры. Вот, и, ну, я бы хотела высказаться по поводу вот вашего негодования, что карикатура не особо интересна. Мне кажется, что сейчас появляется запрос на политическое высказывание, в том числе через искусство. Я вот это наблюдаю там среди своих коллег, друзей. И мне кажется, что вот такой подход немножко формальный. Давайте мы устроим конкурс и получим там сколько, 300 долларов за место. Мне кажется, это такой искусственный подход, потому что, ну, например, в моем случае я вообще себя никогда не позиционировала как художница, которая будет рисовать на политические темы. У меня есть моя профессия, занимаюсь анимацией, и это в основном на социальные темы, ролики. Но как бы в итоге я пришла к тому, что мне очень интересно политическая ситуация, я высказываюсь на эту тему какими-то короткими быстрыми рисунками. Они не в формате карикатуры, они скорее как какой-то плакат. И они очень хорошо, хороший отклик я вижу, то есть их там репостят в СМИ очень активно, почти каждая картинка там становится арт дня на клопе, например. Именно потому, что это не какой-то политический заказ, не какой-то там конкурс, в этом совершенно нет ничего такого, что вот я там должна сесть в 10 часов и нарисовать карикатуру на эту тему. Я бы так точно не смогла. Я рисую только на те темы, которые вот меня лично задевают, и поэтому рисунки получаются искренними, поэтому они находят отклик среди там, я не знаю, читателей Фейсбука, например. И поэтому мне кажется, что в этом смысле это как какой-то детский конкурс в школе. Все должны нарисовать на экологическую тему. И все рисуют вот такие одинаковые картинки. С одной стороны дерево, с другой стороны завод. И вот так надо перечеркнуть их. Мне кажется, что если бы у меня была власть и деньги, я бы хотела развивать карикатуру, я бы, наверное, пошла немножко другим путем, не через конкурс. Я бы, наверное, просто скорее поощряла тех художников, которые что-то интересное делают. Ну, то есть как бы сейчас реально стильно поменялось. Сейчас очень все быстро и мобильно, сейчас интернет. Сейчас можно очень оперативно рисовать. И надо как-то встраиваться в эту реальность. Надо искать карикатуристов, грубо говоря, в Инстаграме. То есть у меня сейчас среди молодых каких-то моих приятелей, у них запрос на политические рисунки. А это Инстаграм, знаете, это вообще никак не вот такой вот сайт, вот такой вот серьезный, взрослый. Вот я бы на этом закончила. Спасибо, Татьяна. Очень интересно было вас послушать, и особенно ваше предложение. Мы тоже за двумя руками, за то, чтобы поощрять тех, кто занимается именно вот этим искусством. Но мы немножко были как бы зажаты в рамках нашей медийной организации, поэтому и конкурс был как бы посвящен теме свободы слова средств массовой информации. И, честно говоря, карикатура – это вообще, говорю, другая область, как бы не наша. Мы просто бы хотели как-то немножко поддержать тех, кто занимается этим, хотя бы вот в этой области, хотя бы в области медиа. Но я думаю, что, возможно, то, что вы сказали, было бы и правда более, как сказать, эффективнее, что ли, более, дал бы лучше плоды, чем просто конкурсы. Мы привыкли, что конкурсы, они и правда проводят как бы больше для таких галочек, что ли, в рамках различных каких-то компаний, а компания, как компаническая, мы знаем, что это приходящая. Алмаз, скажешь, что-нибудь? Добрый день. Можно, да, мне? Я хочу высказаться в защиту конкурсов, потому что конкурс конкурс рознь. Я отчасти согласен с Татьяной. Я думаю, все зависит от того, какой смысл и какой формат и как организован конкурс. Например, я помню этот конкурс «Общественное ведение журналистов» с самого начала, когда первые два года, да, участвовали одни и те же карикатуристы, в основном даже костяк, это были от более старшего поколения, которые начинали еще советский период. И потом конкурс остановился. Потом, когда его возобновили, я очень обрадовался, когда вот опять Марата, Марса пригласили, вот жюри меня. Я обрадовался, когда увидел очень много молодых лиц и очень много девушек. Я считаю, что да, конкурсы, конечно, есть какие-то свои минусы тоже, но есть и плюсы. Конкурсы помогают открывать новые имена, дают возможность начинающим карикатуристам или просто любителям, кто умеет красиво рисовать и как-то откликнуться на злобу дня. То есть такие конкурсы дают возможность им заявить, проявить себя, посмотреть, правильно ли они выбрали, это их ли это. Поэтому конкурс, конкурс и рознь. Но в этом случае я бы поддержал бы конкурс наш, потому что он молодой, начинающий, он помогает открывать. Я, например, вот сохранил себе все контакты молодых художников, которые участвовали в последнем конкурсе, который до пандемии был, особенно девушек, потому что мне там их рисунки понравились. Я думал, я себе сохранил, чтобы если у меня какая-то идея, то мне не надо искать чужих карикультуристов. Вот есть наши свои родные девчонки, парни, к кому можно обратиться. У них совершенно другое видение. Потому что я обратил, да, они, может быть, технически немножко слабовато, но мне понравилась сама идея, как они подали. Если бы не конкурсы, я бы так и не знал. Я бы думал, вот есть Валитов, еще кто-то, и вот последние два-три года ярко вот ваша, Татьяна, звезда, то есть мы вас узнали, вот очень нравится, как вы на злобу дня, вот так, у вас даже не карикатура, действительно, вы правы, это что-то больше, чем, это другой немножко жанр. Вот это тоже достойно и очень похвально, что этот мужской клуб вы разбавили. Вот много вот девчонок, женщин. Я считаю, что конкурс должен. Другое дело, наверное, может быть, жюри, вот Марат и Марс вот к организации вот привлечь, вот Татьяну, еще других карикатуристов, да, уже побольше, вот те, кто профессионально этим занимается, чтобы они могли его уровень поднять, чтобы он, да, стал таким, вот серьезным таким мероприятием, чтобы это было престижно, чтобы он действительно не был для галочки и не превращался такой вот школьный, в плохом смысле, школьный конкурс, да, вот у меня такое мнение. Спасибо. Спасибо, Алмаз. Тут еще у нас, среди нас есть УЛАК по ИКЕ, который принимал участие в прошлом году. хотелось бы услышать его мнение. Вот такие, есть у вас мнение по этому поводу? Здравствуйте всем. Здравствуйте. Вот я послушал Алмазы, Татьяну, у меня такое двоякое, двоякое, как бы сказать, понятие. Я согласен с Татьяной, что действительно надо как-то в новом формате проводить, и с Алмазом тоже частично согласен, тем, что вот и конкурс надо проводить, и с вами согласен, действительно, очень много плагиата туда там. Ну, я вот хотел бы еще добавить такой момент. Вот, действительно, все конкурсы ради чего делаются, чтобы выявить таланты. Таланты потом себя покажут, продвинут как-то. И в этом плане мне идея такая вот сейчас только пришла. Может, именно специализированных школах, как художественное училище, Судыкова, прям лично там на месте проводить как бы конкурсы. Может, в каком-то другом формате, или мини-конкурс. Просто объявить там, не обязательно может поощрение большое делать. И там сразу тоже выявятся художники, карьер-туристы. Вот. У меня тут такое мнение еще. И я согласен быть в жюри. Участвовать я не буду уже тоже в принципе. Я буду после жюри помогать вам. Идеями, еще спрашивайте меня. Блабеке, просто вопрос. После того, как вы у нас выиграли в нашем конкурсе, поступили ли вам какие-то предложения о сотрудничестве? Да, мне пару звонков было с телевидения. Звонили, их приглашали выступить, поговорить, но на киргизском языке. У меня киргизский язык хромает, поэтому я отказался. Можно я дополню то, что вы сказали? Влад Пеке, то, что вы отметили, может проводить этот конкурс среди учебных заведений, которые профессионально занимаются, пускай не будут карикатурой заниматься, а как-то художественные училищи, или там у нас есть академия художеств. Мы туда тоже, когда мы объявляли этот конкурс, мы туда тоже объявления публиковали им, приносили, вывешивали их специальные стенды. Среди этих студентов, которые там учатся, было желание, даже было желание проректора Академии художеств. Он говорил, что это вы хорошо поднимаете, что надо поднять этот жанр. У нас говорит, после распада Советского Союза, этот жанр вообще он остался в стороне где-то полиции в каких-то полках. А саму поднять этот жанр никто не старается и никто не берется, потому что он не смог причину высказать. Это хорошая инициатива, что вы поднимаете, но дальше он ничего не смог сказать. А у студентов есть желание, но они сами не понимают, что это жанр карикатура. И если студент не понимает, что это жанр карикатура, там сложно сами понимаете. По-моему, мне кажется, они понимают все. Даже удивительно, как это не понимают карикатуру. Они слышали, но дальше, как это должно развиваться, как рисоваться. Я там беседовал с парой студентов выпускного курса. Они говорят, мы этим не занимались. Это зависит от финансирования, правительства. если правительство действительно было заинтересовано, создало бы какой-нибудь журнал «Крокодилка» наш журнал тоже в советское время. Если бы она спонсировалась, был бы какой-нибудь профессиональный директор. И вот на основе этого журнала можно пусть небольшой какой-нибудь журнал, можно как-то продвигать. как вы сами понимаете, в советское время было же союз художников, она и сейчас есть. Там была ассоциация плакатистов, что ли, по-моему, если мне память не подводит. сейчас тоже они в прошлом году начали возобновляться и начали свою деятельность как-то поднимать все старые рисунки жанра карикатуры. И они тоже выявили желание, что дальше надо как-то это продвигать и реализовать этот проект. Но на это все остается устное. Таня, вы хотите что-то добавить, да? Да, я хотела бы возразить, наверное. Может быть, в этом смысле мы с вами будем расходиться в понимании, что такое карикатура. Но мне кажется, что карикатура это очень часто критика власти, это работа ближе к журналистике. Ну, не в том смысле, чтобы освещать события, а в том смысле, чтобы критиковать какие-то события, социально-политические. И если это будет человек, который получает деньги от правительства, то о какой свободе может идти речь? То есть, например, я хочу высказаться там что-то, что очень не понравится нашему президенту, например, или какому-нибудь претенденту на постпрезидента. я это делаю совершенно спокойно, потому что я финансово вообще никак не завишу. Если это будет какая-то организация, спонсором которого будет государство, то темы, на которые вы будете высказываться, это будет, наверное, очень общие. Какая-то абстрактная свобода слова, какие-то очень-очень общие вещи. И это как раз плакаты уровня, школьные плакаты про экологию или про свободу слова, то, что, я помню, мы рисовали. Настоящая злая карикатура, она должна затрагивать что-то более конкретное, она должна жить не просто на сайте карикатуры Кейджи, она должна мельтешить в ленте у человека, она должна быть интересна СМИ, потому что СМИ интересны конкретные события, которые сейчас происходят. Это, как правило, негативные вещи, ну что же поделать. Это, как правило, критика каких-то конкретных людей. И если это будут такие нейтральные картинки на тему какой-то абстрактной свободы слова, то, ну, как бы, зачем нужна на эту тему сделана миллионы уже картинок, карикатуры, плакатов очень высокого уровня. Настоящая карикатура, она должна не быть такой абстрактной, она должна затрагивать конкретную сегодняшнюю тему. Завтра это уже может быть совершенно неинтересно быть, но вот сегодня в стране, в Кыргызстане произошли какие-то события, выбирают министров. И вот на эту тему надо прямо сейчас высказываться. в моем представлении однозначно это должны быть люди абсолютно независимые от власти, абсолютно не работающие какие-то, наверное, слишком жестоко, но что не работающие на государство, но это было бы прекрасно. Я, например, гораздо свободнее могу высказываться, потому что я не работаю на государство. А по поводу Академии художеств, можно я еще последнее, я быстренько. Я сама училась у Садыкова, и я помню атмосферу, которая там внутри царила. Это очень консервативное учебное заведение. то есть чтобы нарисовать карикатуру, надо не владеть техникой. Мне кажется, техника это дело вообще второе. Можно нарисовать в очень наивном неряшливом стиле. Самое главное, что ты как хочешь сказать, какую выберешь интонацию, какие выберешь слова. А для этого нужно иметь политическую позицию. Вот я помню у моих сверстников, может быть, сейчас все поменялось, но в Академии была такая атмосфера, это были люди очень аполитичные. То есть можно было прийти с конкурсом, это были бы вот такие формальные плакатики на тему какой-то абстрактной свободы слова, каких-то абстрактных прав человека, понятия, причем люди совершенно не имели. Я сама не имела представления о том, что такое на самом деле права человека, что это какие-то такие банальные словечки. Поэтому я бы, наверное, искала не просто вы рисуете, давайте вы будете рисовать карикатуру. Я бы пошла от обратного. Вам интересна политика, вам интересно высказываться, а давайте мы вас научим рисовать. Вот мы владеем техникой, у карикатуры есть свой язык, своя технология. Вот с помощью нее можно научить, а вам есть что сказать. То есть если нечего сказать, какая карикатура может быть. И надо думать не о том, как красиво нарисовать, надо думать о том, чтобы эти работы были интересны журналистам, чтобы они, потому что у журналистов сейчас большая власть, это правильно, им должны нравиться работы, они должны быть актуальны. И тогда этот конкурс станет знаменитым, тогда художники захотят участвовать, потому что это будет для них в репутационном плане очень полезно. И если твое имя будет мелькать раз в неделю в СМИ, вот это действительно замечательно. Для этого надо, чтобы картикарикатуры были актуальными, злыми, там, я не знаю, саркастичными, какими угодно, но они должны нести прям важную, актуальную какую-то проблему. Абсолютно с вами согласен. Татьяна, спасибо за ваше мнение, было это откровенно. Но вы хорошо затронули, что это больше касается журналистики, вот поэтому мы сегодня подняли этот вопрос. Есть роль карикатуры в журналистике? Мы сейчас как раз хотели бы дать слово нашей коллеге, которую мы приглашали сюда из регионов тоже, наш коллега, наш Ахсахал, Байке, Чаляке. Может, мы вас послушаем, как в регионах считают по этому вопросу, какие есть мысли, мнения, например, региональная журналистика, региональные наши коллеги, как считают по этому поводу, есть ли роль карикатуры в журналистике? Керляке. Были высказаны очень хорошие мнения, мне понравилось, как Татьяна все объяснила, вообще молодец. Вот в регионах, например, по жанру карикатуры, здесь никакого разговора по карикатуре нет. Никто ни о чем, ни о какой карикатуре не говорит, потому что, наверное, многие даже не знают, что такое карикатура. По-моему, надо все равно отнять вот этот жанр, это очень надо актуализировать, надо продвигать, поэтому нам все равно вот это конкурсы надо проводить, новые форматы, например, новые возможности, может, даже в будущем какие-то фестивали, наверное, надо провести, об этом надо будет думать. Но мне кажется, что без продвижения жанра сатира, литературы, журналистики, очень трудно будет, конечно, популяризовать жанр карикатур. Они очень взаимовязаны, почему? потому, потому что жанр сатира, это, как сказать, это не только что жанр сатира, это литература или журналистика, это общественные, как сказать, явления, понимаете? А вот последние 20-30 лет, по-моему, мы утратили вот литература и журналистика жанр сатира. Например, сейчас никто не пишет филетон, никто не пишет памфлет, никто не пишет вот это, как сказать, комедии или интермедиии. Да, у нас есть жанр сатира только на сцене. У нас кудол, вот это, кудол, да, другие. Они, да, они используют, они этим зарабатывают. Людям это очень нравится, понимаете? Общество нуждается в сатире, например, значит, в карикатуре. Просто мы каким-то образом вот этот жанр надо опять вот оживить и делать очень многое, но не знаю, как, я точно, я честно, я не знаю, что, как надо вот это, как будем продвигать, как надо оживить, как, чтобы актуализировать. Об этом надо думать, по-моему, не только журналисты и вот это художники, по-моему, и другие профессионалы. Общество, да, вы хотите сказать? И граждане тоже должны думать. Да, об этом надо поднимать вопрос, да, обсуждать не только среди журналистов и художников, по-моему, обсуждать в обществе, например, представители общества, они должны высказать, как они хотят видеть, например, карикатуру или сатиры, о своих, вот это ожидание. Спасибо. есть у нас здесь тоже присутствует наш коллега Миржан Балабаев, хотели бы услышать его мнение, высказывание. Он, по-моему, до этого тоже, когда мы в соцсетях писали про жанр карикатуру, он, по-моему, там писал и отвечал на это свое мусорье, выразил, пожалуйста, Миржан, ваше мнение. Рахмат, всех приветствую, очень интересные мысли высказаны, делали бы эти очень тоже, как Аксакал, узнающий историю, побольше, побольше, чем мы, историю, очень верные замечания делал, Наталья, Татьяна тоже, вот, как художник, мне кажется. Вот, ну, я вот хотел бы обратить внимание на историю, да, карикатурного, карикатура, как жанра вообще, в самом начале упомянули, у нас такие журналы были, как Крокодил, всесоюзный журнал, я как Чалкан. Давайте вспомним, вот кто помнит, да, кто там становился персонажами карикатур, вот этих филетонов, интермедий, вот этих сатирических всяких рассказов, кто. В основном, это, ну, я помню, да, я просто очень, как бы, начинал их рассматривать, еще когда не умел читать, но потом уже читал, картинки очень интересные были, там усмеивались очень жестко, в первую очередь, это капиталисты, империалисты всякие, да, блок НАТО, военщина, там, это, американцы, там, которые нагнетают гонку вооружения, и так далее, вот, заметьте, в первую очередь, враги, именно враги, идеологические враги, высмеивались жестко, без всяких ограничений. потом уже, что касается, внутри страны Советского Союза, внутри республики, что касается Чалкан, высмеивались отдельные недостатки, безхозяйственность, расхлябанность, какие-то хищения, на уровне хозяйств, колхозов, максимум может быть, как товарищ Сахов, да, председатель райпотребсоюза, максимум, дальше уже партийные, советские дела, более высокие уровни, художники, карикатуристы, филитонисты, там, журналисты, даже не вдумывали рисоваться, туда лезть. Я почему все это рассказываю, у нас в общественном сознании до сих пор остается вот такое восприятие, своеобразной карикатуры. Это мы такие, да, может быть, более молодое поколение, такое смелое, дерзкое, мы готовы высмеивать, рисовать, и вставлять, вот именно от образования, выражать их какие-то решения, действия, ситуации через карикатуру, но наши политики, в первую очередь, да, кто будет персонажем, да, сами замечают не то, что чувство юмора, они очень болезненно воспринимают критику вообще. Вообще любую критику, с каждым годом вот эта ситуация все хуже. Они очень болезненно, мягко говоря, да, не переносят критику. А представьте, если на любого, оппозиционного, пропозиционного, властного, неважно, будет нарисована карикатура, достаточно профессиональная, допустим, даже так, но они будут обижены, и будут воспринимать это как попытка очернения, как заказ. Я более чем уверен в этом. Политический уровень, уровень это вопрос, уровень политической культуры, уровень образованности, уровень, ну, вообще, наших политиков, это вопрос, это создаст проблему, я более чем уверен. Но это не причина того, чтобы не начинать и не продвигать карикатуру как жанр. Я вот еще раз хочу сказать, да, это будет очень трудно, продвигать жанр карикатуры, профессиональный, именно, что касается, именно, с точки зрения художественной техники, да, вот детали, это художники, профессионалы, сами лучше нас знают. И самое главное, вот тут правильно отметили, что это не только и не столько художественный жанр, это жанр журналистики, наверное, это сатира, в первую очередь, сатира, это высмеивание, это визуализация ситуаций или каких-то персон посредством юмора. Визуализация посредством юмора, я бы так сказал, да. И вот Татьяна Зеленская, да, ее картина, очень вот, рисунки очень известны, мне лично запомнились, вот, жертвы насилия, женского насилия с покрышками на шее, да, и девушки, которых прям силком тащили милиционеры или там люди в масках непонятные с площади на митинги 8 марта, да, но это, конечно, не сколько карикатур, это боль, так это боль, скорее всего, боль, это иллюстрация боли, вот этой ситуации, это, да, но тем не менее, она вот, наверное, вот ее визуализация, Татьяна, они наиболее такие распространенные стали, а что касается жанра карикатуры, вот я опять хочу сказать, что будет трудно, но это ни в коей мере не должно нас останавливать, и что касается конкурса сайта карикатура KG, я не скажу, что все картинки карикатуры посмотрел, но все равно то, что я успел посмотреть, они, конечно, не того уровня, который, далеки от тех образцов, того же крокодила, чалкана, конечно, к сожалению, да, ну, я помню, да, вот, из недавних карикатуристов, это Рашид, ой, Валиев, да, Тимур Валиев, Ваурджан из Басара, по-моему, иногда сейчас он тоже привлекается, да, в журнале, в газете «Дело номер», вот, и это надо продвигать, что касается конкурса, это да, плохо, когда только конкурс есть, и больше нигде не можем мы посмотреть на эти карикатуры, это плохо, а когда на конкурс, в конкурсе участвуют уже опубликованные где-то карикатуры, это уже другое, это вот, это действительно был бы конкурс, то есть он более живой, более настоящий был конкурс, и я вот, говоря о карикатурах, не хочу критиковать только наших политиков, персонажей, да, наших потенциальных персонажей наших карикатур, но и журналистов, надо признать, что уровень журналистики определенные, особенно печатные, да, да и вообще, ну особенно печатные, он сильно упал, что касается именно профессионализма, этики, вопросов этики касается, и я очень боюсь, что со стороны наших коллег тоже это будет по-своему, мягко говоря, мягко говоря, своеобразно воспринято, и они это будут использовать как дополнительный какой-то способ высмеять, реально высмеять, просто поиздеваться, а не просто высмеять ситуацию, к сожалению, это, я тоже к этому готов, и я думаю, что я более чем уверен, что таки будет, то есть вопрос, именно проблема заключается и в, скажем так, в тех ресурсах, сайтах, газетах, не знаю, которые будут публиковать эти карикатуры, и проблемы в персонажах карикатур, и в целом надо развивать, надо начинать осторожно, не то, что осторожно, но очень профессионально подходить к этому, мне кажется, очень профессионально и прививать, и приучать общество к карикатуре, потому что у нас, как я уже сказал, карикатура воспринимается в общественном сознании очень своеобразно, и очень, так, именно персонажи, карикатуры, это в основном враги были, или же безхозяйственники, лодуре, алкоголики, это что касается внутренних, персонажей, Польши, да, вот как это было отмечено, начиная с 90-х годов, вот, этого жанра почти нету, практически, я не видел образцов таких, кроме, ну, наверное, Бауржана из Басарова, который в Геодели, но начиная с 90-х, публиковал, вот, и что касается, ну, не надо сразу равняться, наверное, пытаться равняться на зарубежные образцы, вот, например, Франция, Британия, там жанр, 200, жанру карикатурок 200-300 лет, это как, сколько лет газетам, столько лет и карикатуры там существуют, да, даже вот я читал, как-то, что Шарль Дегольк начинал беспокоиться, если где-то неделю-две не было, уже на него перестали писать, ну, если недели-две на него не рисовали карикатуру, он реально беспокоился, генерал, военный, казалось бы, да, солдафон, по-нашему говоря, и то беспокоился, что, и говорил, что, меня что-то забыли, что ли, что на меня нет карикатуры по неделю, вот, Шарль Дегольк, вот, тут же Шарль Дегольк, ну, это уже другая история, тоже французское издание, вот, нам надо, опять скажу, приучать общество и самим, в первую очередь, быть ответственными, профессиональными, в первую очередь, и, то есть, есть над чем работать, а рисующие хорошо, это проблема не в том, что у нас не хватает художников, вот, Татьяна правильно заметила, это, это жанр не больше, не художественно, а скорее именно жанр журналистики, и человек должен быть в теме, который умеет рисовать, это может быть просто журналист, который хорошо рисует, умеет рисовать, элементарно, азами владеет, который владеет ситуацией, знает характер, описывает, ну, человека, которого он описывает, да, персонажа, политика, или там, не знаю, какого-то деятеля, самое главное, разбираться в ситуации, и умело, профессионально, и самое главное, смешно, визуализировать ситуацию персонажа. Алмаз, вы хотели что-то добавить? Да. А, пожалуйста. Я бы, хотел бы вернуться к тому, что вот сказала Татьяна, потому что Татьяна, вот как человек из этой среды, из среды художников, кто по-другому смотрит на все, вот хорошее такое, задала то наши дискуссии. У меня тут, когда я участвовал, мы рассматриваем конкурсные работы, я вот ждал вот того, что Татьяна, о чем Татьяна говорила, вот какой-то реакции на сегодняшние события, все, что происходит, и когда я видел половина рисунков были шаблонные, к сожалению, это было перо или пуля, или скомканная газета, и везде свобода слова, действительно, это вот, и я вот таким вот безжалостно вот снижал оценки, даже потом, когда увидел итоговые, смотрю, у меня самые низкие оценки, потом остальные, шутили, что-то очень жестко, потому что, так как я не художник, я вот смотрел больше на идею, да, то есть, саму идею, а вот как, действительно, ни один потом, эти же рисунки были опубликованы, карикатуры, Кейджи, и разосланы, ни одно печатное, ни онлайн, СМИ не публиковало, потому что приелись вот эти вот, когда голове приставлен пистолет, потом стрела летит, или пуля, и вот свобода слова, и так далее, но реагировали на что-то другое, вот то, что Татьяна рисовала, то, что еще один вот молодой, вот даже не молодой, он просто, это как для него как хобби, оказывается, по-моему, Кубат, он в Фейсбуке очень популярным был, все медиа его перепечатывали, то есть, это было такая вот, наверное, как нас, да, 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 и вот мне кажется, вот нужны, вот действительно такие, потому что тогда мы будем с удовольствием печатать, которые онлайн-издания, печатные издания, потому что у нас не хватает вот иллюстрации, потому что именно развитие онлайн-медиа, они требуют иллюстрации, и не всегда ты находишь фото, вот я там высылал в общий чат, да, там вот иранский карикатурий Сарафат, да, он на коронавирус опубликовал вот эти рисунки, да, да, они другие, но он показывает, как меняется, или вот Сергей Елкин, который из Нарвейска, который очень любит немецкая волна, он там на злобу дня, вот моментально на арест Навального, на COVID, на все, да, то есть, начиная от COVID до Навального, граница, на все реагирует, пишет, и его с удовольствием все перепечатывают, а у нас как-то вот мы застряли вот в этих пистолетах, луч, искомканная газета, или стрела, которая летит, и все, ты, это свобода слова, и все, ну, и все однотипные, только такого плана, и нужно, наверное, вот этот, поднимать вот это, профессионализм, и темы, карикатуриста, потому что этот жанр, он действительно, Миржан полностью прав, он, это совершенно отдельный, развитый, он жанр во всем мире, кроме у нас, даже в России, Казахстане, который вот соседний, да, он там, а у нас раз-два, мы сейчас даже, честно, навскидку, не можем, если бы тут Татьяны не было, мы бы, наверное, только Руслана, валит, и из Басарова только вспомнили бы, и все, больше бы никого и не вспомнили бы, теперь вот Татьяну теперь знаем, но мало, надо их клонировать, и поднимать уровень, чтобы вот, и такие конкурсы нужны, и, наверное, может быть, формат какой-то, я не знаю, как-то поменять, вот надо вот учесть мнение, вот художников, карикатуристов, чтобы вот формат этих конкурсов, чтобы действительно они были не формальные, а вот более профессиональные, и вот, честно говоря, на злобу дня не хватает карикатур, не хватает, не хватает, а шаблонные уже не хочется без конца эту пулю, стрелу публиковать, не хватает, спасибо. Да, Марат, слушаю вас. Возможно, мы в дальнейшем будем продолжать это дело, конкурсы проводить, но, скорее всего, у нас это будет уже формат, как бы сказать, в таком предложении у нас было. Возможно, мы не будем давать узкое специализирование темы, там, по свободе условий и так далее, а, возможно, вот, я подумал, там, как вот Татьяна сказала, и Алмаз сказал, может быть, тема такая будет, на злобу дня, то есть, это материалы, конкурсы, которые должны быть, которые, которым ощущается пульс нашей жизни, пульс страны, вот, на злобу дня, возможно, мне кажется, что нам не нужны те, которые пишут или рисуют ради конкурса, может быть, надо проводить конкурс среди тех работ, которые были уже опубликованы. И, третье, это, возможно, мы не будем ограничиваться рамками традиционных СМИ, газет, скажем, хотя в сайтах, могут участвовать эти работы, которые были, скажем, растиражированы, или опубликованы в социальных сетях. Но тут есть еще только один момент, о котором Эмельджиан сказал, о котором сказал и Диалеке, это вот чисто тот момент, когда карикатурители, насколько карикатурители могут свободно сказать о том, что происходит сейчас. Татьяна сейчас ничего не боится, пишет, рисует, но у других возможно сильна самоцензура. И потом еще карикатур у нас не очень много сейчас получается, а если вдруг появятся такие карикатуры, очень-таки злободневные, и правда, может кто-то из политиков обидится, потому что у нас очень много исков бывает в отношении журналистов уже не из-за карикатурителей, а просто из-за материалов, которые критикуют их. И возможно можно будет потом ожидать каких-то исков в отношении карикатуристов из-за работ. Возможно вот из-за этого стоит еще усилить какую-то профилактическую работу, или просветительскую работу, именно в части повышения юридической грамотности эти карикатуры, чтобы они знали, где есть грань, скажем, в которую может их не стоит приступать, или скажем, как они могут себя защищать, защитить себя, и так далее. Ну, конечно, такие организации, как наши и другие, мы будем их защищать, за карикатурой, но мне кажется еще сами художники и карикатуристы должны еще знать мне кажется юридическую основу деятельности, как, что. Мне кажется, это еще немаловажны этические моменты, потому что можно не нарушать закон, но своим рисунком можно сделать как бы разжечь огонь. Это мое предложение. Алмаз пишет, что у нас пока нет таких карикатур, да, есть, нет, нет таких карикатур, но Марат опасается тем, что может важнить такие карикатуры, которые могут не соблюсти этику или еще какие-то юридические аспекты. Виржат, да, хотел добавить что-то. Я хочу кое-что добавить. Например, я очень хочу, чтобы мои статьи сопровождали карикатуру. Например, я вот хочу, чтобы мои некоторые статьи сопроводили вот так. Значит, значит, вот это журналисты и карикатуристы, они должны сотрудничать, понимаете? вот этого вообще у нас нет. Карикатуристы сами по себе и журналисты сами по себе. Вот поэтому нам надо вот это уделить внимание на это. Значит, нам нужны карикатуристы, журналисты. Мы должны с ними сотрудничать. Это во-первых. Во-вторых, Миржан очень правильно заметил. Я хотел сказать, но не рассказал. Вот наш политпомонд действительно не готов воспринимать вот это карикатуру. Мы, значит, должны работать по этому направлению. Их надо воспитывать, надо учить. Почему, например, на Западе все нормально, а у нас все вот как дико, вот поэтому по этому направлению тоже мы должны работать. А если мы повысим вот это восприятие сатиры в обществе, вот это нужду сатиры, мы обязательно будем поднимать и продвигать карикатуру тоже. Это они очень взаимосвязаны. Спасибо. Хорошее мнение, но у меня вопрос такой, что мы должны делать, чтобы поднять культуру тех чиновников, чтобы они хорошо воспринимали вот эти карикатуры. Вы правильно заметили, в Европе это принимается нормально, но что нам надо делать, чтобы они нормально воспринимали эту сатиру? Можно, Да, да, да. Мирчан, вот как раз был короткий, недолгий, к сожалению, период, в начале независимости, помните, публиковались, вот есть жанр шаржи, дружеские шаржи были раньше, вместе с карикатурами этот жанр тоже забыт, к сожалению, когда это не было высмеиванием, это как бы такой шуточный, добрый, дружеский рисунок, да, с подчеркиванием каких-то особенностей, да, на лице, но это не считалось карикатурой, это шарж, и такие шаржи с рассказиками именно вот публиковались в 90-е на Акаева, на Масалиева, на некоторых политиков, и, кстати, я сейчас вспомнил, буквально сейчас, вот такой небольшой сборник, скажем так, шуточных стихов с иллюстрациями в виде шаржов и карикатур выпустил о Мурбек Абдрахманов, депутат, предприниматель, он сейчас живет в Киминском районе, он выращивает яблоки, у него яблоневый сад, у него можно получить вот он, именно эту книжицу, я ему предлагал переиздать его, он как, наверное, руки никак не доходят, вот именно в начале 90-х, он высмеивал, вообще, ну, как бы никак, не то, что высмеивал, но именно такие иллюстрированные стихи были, характеризующие первых лиц страны, включая Акаева, от Икибаева, вот депутатов легендарного парламента, партийных работников, еще, был такой момент, но, к сожалению, вот этим и ограничилось, вот именно, может быть, как, как вопросу, как, скажем так, условно, приучить или наш политбомонд, наших политиков, тому, вот, опять же, это жанр шаржа дружеского, я более чем уверен, да, не все политики в действующем составе и в будущем, я уверен, к сожалению, там не все будут обладать достаточным чувством юмора, чтобы это воспринять с юмором, да, но, не знаю, можно попробовать организовать такой среди профессиональных карикатуристов, да, шаржи, кружеские шаржи, да, будут, наверное, политики, которые с юмором действительно будут просить там с автографом, подарить ему это, да, вот, начать с шаржов, например, на политиков, тех, которые адекватно будут реагировать на это, такие политики найдутся, я думаю, вот, возродить вот таким способом и напомнить такие редкие, те редкие примеры, которые были, тот же вот сборник стихов, шуточных, с иллюстрациями Мурбека Абдрахманова, вот, и можно начать, наверное, с этого, спасибо, я бы хотел еще добавить то, что отметил до этого Биржан Меджалюбеке, наши журналисты тоже сами не готовы, честно говоря, принимать этот жанр или использовать его, особенно те издания, которые газетные или интернет-издания, да, почему я хочу это отметить, потому что мы который год уже проводим, и там условиях конкурса мы всегда пишем в конце, все журналисты, которые хотят использовать те карикатуры, которые выиграли или принимали участие в наших конкурсах, могут использовать те же рисунки, карикатуры, которые находятся на нашем сайте в своих статьях или там в своих изданиях, да, но мы никогда не заметили, если честно говоря, таких изданий, которые использовали наши карикаты, может быть, там раз-два и наверное на этом заключался, были наши партнеры СМИ, которые помогали нам в опубликовании этого сайта, тех картинок, которые карикатуры, но ненадолго, только на тот период, когда мы объявляли конкурс или шел этот именно момент, когда конкурс был, после этого некоторые большинства СМИ, они не опубликовали и не использовали наши карикатуры, но таких картинок у нас очень достаточно и очень много, вот Марат передо мной сидит и не даст соврать, вот этот целый сайт, там очень много таких рисунок и не используется, это по поводу того, что готовы ли журналисты сами принять этот жанр журналистику, второй, по поводу того, что если у нас такие карикатуристы, которые остались от Советского Союза, например, у нас в Кыргызстане был журнал Чалхан, от него остался только один единственный карикатурист, его зовут Томилов, он живой, но он уже болен, ему более 80 лет, по-моему, в последнее время он даже, по-моему, если мне память не подводит, зрение потерял, его желание было очень искренне, чтобы поднять вот этот жанр карикатуры, но он сам не смог это поднять, потому что как-то сами уже мы обсуждаем это, он был один, войн, не смог поднять, потому что кого-то обращался, никто не поддержал, нам тоже обращался, мы тоже пытались поднять вопрос, но не получилось, это по поводу того, потом восприятие тоже наших чиновников очень на самом деле критические, мы должны это, не знаю, какие-то методы предпринимать, чтобы наши чиновники воспринимали это, ну, до этого Миржан уже высказал свое мнение, Джарель опять уже высказал, но я думаю сперва поднять этот вопрос, мы должны дать нашим коллегам, журналистам понять, что есть такое жанр, давайте попробуем это поднять, например, я вспомнил сейчас вот 2005 или 2004 года, или тогда я не помню, Бешпармаке было у Акипресса, по-моему, тоже он как-то смахивался на это, про чиновников они там писали, какие-то картинки пытались нарисовать, придумывать какие-то сказки на Бешпармаке про чиновников, и на этом тоже он остановился. Хотела бы добавить по поводу журналистов, ну, ваше негодование, что журналистам неинтересна карикатура, я как раз общаюсь очень много с журналистами, я могу сказать, что сейчас огромный запрос на визуальную информацию, потому что сейчас медиа очень сильно поменялась, людям нужна картинка, они с удовольствием любую картинку воспринимают, и дело не в том, что журналисты не знают, что такое карикатура, прекрасно знают, что такое карикатура, если видят что-то, что дает красивую картинку, они с удовольствием в нее вгрызаются, просто им нужны актуальные темы, я вот повторюсь. И еще мне бы очень хотелось, я вот очень согласна с одним из спикеров по поводу юридической защиты, то есть я, например, тоже не чувствую полной свободы, и я понимаю, что если бы я действительно была абсолютно свободна, я рисовала бы гораздо более злые иллюстрации про конкретных людей, и самоцензура в любом случае присутствует, я бы пошла вот в вашем случае больше не через конкурс, а через создание комьюнити для карикатуристов, чтобы они работали в контакте непосредственно с журналистами, и чтобы создать какое-то сообщество, которое будет, во-первых, информировать, рассказывать художникам, журналистам про то, какие юридические есть там правила, что такое там оскорбить человека, что такое дружеский шар, что можно, чего нельзя, и в случае, если вдруг какой-нибудь из художников будет подвергаться гонению, чтобы была какая-то площадка, какой-то комьюнити людей, которые точно будут его защищать, только если ты будешь понимать, что за тебя вступятся коллеги, тогда будет какая-то уверенность и желание нарисовать что-нибудь на злобу дня, без темы на злобу дня никак не, ну, мне кажется, невозможно искусственно создать у нас карикатуристов и классные работы. Еще я бы, наверное, предложила больше обратить внимание на удачные, на существующую сейчас карикатуру. Я не знаю, какая была в советское время, я была ребенком еще. Что было тогда, какой был журнал, я вот сейчас все, что вы говорите, гуглю, смотрю, там, чалканы, все такое, для меня это просто что-то новое. Я смогу, и могу говорить за сегодняшний день, и сегодня я, например, очень слежу за тем, что делает Нурбек Нас. Он дизайнер, он зарабатывает через дизайн, через свою студию, и в свободное время он рисует вот эти свои рисунки. Мне, например, очень нравится и графический язык, который он использует, и его, ну, гражданская позиция мне очень близка. и вот именно то, что он свободен, он не сидит с журналистом и не получает за это деньги, а он делает это в свободное время, поэтому его работы такие искренние и замечательные. Там, в Казахстане Мурат Дельманов, да, классный художник, помимо там иллюстрации, даже монументальной живописью немножко занимается, он еще делает очень красивые иллюстрации на политические темы. И все это у них, это не какой-то заказ на карикатуру, это то, что художники делают в свободное время, они тратят, согласны тратить свое время, там, свои какие-то ресурсы на то, чтобы высказаться, потому что у них есть что сказать, потому что у них есть какая-то гражданская позиция, и они понимают ответственность за то, что вот они делают, и они понимают, что они могут там своей карикатурой ну, поднять какой-то шум, и это замечательно, просто нужно понимать, что вот, еще соглашусь, тут поднимался вопрос, помимо традиционных там журналов, я, например, вообще не смотрю журналы, я получаю информацию исключительно через там, через компьютер, через телефон, надо понимать, что сильно поменялись медиа, через которые, ой, зависла, медиа, и, разумеется, надо искать и новых людей, и новые способы подачи, вот, не только напечатанные на бумаге, сейчас сильно меняется время, это обязательно надо учитывать, вот, пожалуй, вот, что я хотела добавить. Алмаз хотел, добавить? Да. Почему мы развитие этого жанра связываем с мнением и с реакцией чиновников? Причем тут они, мне кажется, мы вообще не должны думать о том, что понравится им, как они отреагируют, мы же не для них, получается, вот мы с самого начала мы говорили о другом и опять связываем с чиновником. Мне кажется, это не надо связывать, это проблема чиновников, если они не видят различия между коллажем в некоторых газетах, которые, может быть, действительно оскорбляют их какие-то чувства, и с карикатурой профессиональной, это совершенно две разные вещи. Второе, чтобы, мне кажется, у журналистов было бы здорово, если бы действительно Татьяна меня опередила, вы бы создали бы такую комьюнити, какую-то группу, куда бы не только карикатуристы, но и мы, журналисты, то есть их вытащить, чтобы мы хотя бы их в лицо знали, потому что мы, честно говоря, в лицо двоих же знаем, сейчас Татьяна три, то есть Татьяну, Руслана и из Басара все, и Нурбека некоторых, все. Мне кажется, их надо вытащить, чтобы мы просто все знали, первый очень человеческий контакт, и привлекать их чаще мы должны, наверное, вот для всяких мероприятий, которые проводят медиаорганизации, интерньюз, журналисты, Центр медиаразвития, и очень часто же они рисуют лого, какой-то вот им нужен лозунг, какой-то рисунок, и тогда, чтобы не искать это в интернете, это привлекает для этого именно местных карикатуристов, чтобы они что-то нарисовали, это тоже стимул для них, и нужно, я думаю, вот сайт карикатуры Ки-Джи, я сейчас еще раз посмотрел, он уже похвально, что вы собираете все эти карикатуры, это здорово, и уже большая база появилась, я думаю, что тебе нужно их по каким-то тегам или темам, чтобы нам было удобно в них искать что-то, чтобы мы могли использовать, пока что они просто по именам, и сложно, скажем, вот я даю Михаилу Тамилов понять, а есть ли там карикатура на ту или иную тему, которая мне нужна, то есть хорошо было бы по темам разбить, и уже профессионально, как на фликере или на других, сделать, чтобы мы когда ищем, мы могли бы найти, и, наверное, надо его больше пиарить, говорить, что есть бесплатный ресурс, вы можете взять с ссылкой на автора карикатуру, потому что давайте на читату, вы тоже, Марат и Марс, тоже не рекламируете этот ресурс, вы о нем вспоминаете только в период конкурсов тоже, а надо мне кажется все время, чтобы люди могли туда новые работы свои добавлять, зарегистрироваться, ну я начинаю карикатуру, я зарегистрировался и могу выкладывать свою работу, выбираю рубрику общество, путешествия, туризм, политика, выбираю, загружаю, а вы потом как администратор, редактор, смотрите, соответствует, вы даете добро, но загружаю я сам через логин, пароль, но без вашего одобрения оно не выходит как бы на сайт, но зато по альбомам, чтобы мы могли использовать, и надо на медийные мероприятия чаще привлекать карикатуристов, их какой-то, я не знаю, какой-то формы, я не знаю, что-то устроить, чтобы мы хотя бы их в лицо и их работы, помимо конкурсов мы просто знали, потому что я уверен, что среди них есть карикатуристы, которые занимаются современной мультимедийной карикатурой, которые могут заинтересоваться телекомпанией, то есть для телекомпании нужен другой вид карикатуры, наверняка есть среди них, а мы можем их лично и не знать, которые мультимедийную карикатуру делают, такую, которая заинтересует телекомпании, видеографику, они, может быть, в поисках и не знают, мне кажется, нужно их вытащить, чтобы мы их в лицо знали, и, наверное, на сайте карикатура уже фотографии, имя, краткие информации, электронную почту их, чтобы мы могли с ними связывать, и, наверное, карикатуры нужно уже по темам разбить, чтобы мы могли ориентироваться, использовать, а пока там только по фамилиям и сложно по фамилиям ориентироваться, есть ли там та или иная карикатура, у меня все, спасибо. Спасибо, Алмаз, отличная мысль, мы займемся этими, постараемся уделить на это время и публиковать наш сайт еще больше в других соцсетях тоже. Что хотелось отметить, то, как до этого отметила Татьяна, мы сюда приглашали еще Нурбека, нас, но, к сожалению, мы не смогли выйти на связь, потому что мы звонили, писали ему в личку, но ответа не было, и мы были бы очень рады выслушать его мнение тоже. А по поводу того, что Алмаз, вы отметили, что надо приглашать их в какие-то медиа, на другие медиа мероприятия, забыл слово, смесь. Да, я был позапрошлом году в Германии, который был посвящен свободе слова, он организован международным организациям Айфикс, и они пригласили туда карикатуриста, который сидел все четыре дня и сидел просто рисовал там выступающих, рисовал эмоции тех участников, которые во время выступления были какие-то эмоции были позитивные, эмоции были негативные, или некоторые были там прослезились, да, он просто сидел и рисовал это все и раздавал. Это хорошая идея, об этом я тоже думал, как до этого вы уже знаете, мы в этом году планируем тоже провести медиа-мероприятия, и вам спасибо за то, что вы напомнили, мы пригласим туда наших коллег, которые занимаются карикатурой, мы обещаем. еще у кого-то какие-то мысли есть, тут среди нас присутствует представитель фонда Сорос Кыргызстан, Танамгуль Ильич, может у вас есть какие-то пожелания или советы по этому поводу, Танамгуль, вы с нами? Да, здравствуйте, у меня просто сейчас следующая конференция начинается, я всех внимательно слушала, очень с нами у вас дискуссия идет, я свои замечания еще в предыдущем конкурсе говорила и по поводу актуальности тем, и по поводу того, публикуются эти материалы в СМИ или не публикуются, что может быть менять эти, ну, какие-то вещи, они коррелируются с тем, что сегодня спикеры уже сказали, вот, но мне кажется, это вот эта классная идея создавать комьюнити, то есть это взращивать вокруг себя собирать людей, какие-то встречи организовывать, обсуждения, привлекать их в компании по защите свободы слова в качестве креаторов и людей, которые могут как-то это визуально представить для вот медийных организаций, мне кажется, это тоже очень суперская идея, вот, и учитывая то, как вообще свобода слова у нас как бы сужается, и вот мы видим какие-то отдельные кейсы, куча вот этих обращений медийных организаций с каждым иском, с каждым законопроектом, может быть, есть смысл вот этих заинтересованных людей из сообщества просто приглашать и брейнстормить и вместе разрабатывать какие-то компании, тоже как бы как идея, не знаю, если, ну и и так дальше как бы этот жанр, его формы тоже развивать, вот, ну то есть вокруг того, что вы сейчас, ну я как проектный менеджер, я думаю, можно как бы разные форматы придумывать сотрудничество не только конкурс, вот, как бы у меня такой вывод из сегодняшней дискуссии, то есть это может быть разработана какая-то классная компания защита свободы слова, которая с участием художников, визуальных артистов, может быть, также может быть и поощрение стимуляции может быть конкурсом в другом виде, тоже может быть и непосредственно работа с аудиторией, просвещать ее, вот даже эту дискуссию, которую вы здесь организовали, в принципе, можно, мне кажется, выводы ее тоже распространять, говорить, что там есть у нас статира, нет, есть отдельные жанры игрокатуры, нет, как бы как мысль, вот, а в целом я вижу вообще заинтересованность и журналистского сообщества тоже, это тоже радует, что хотите этот жанр развивать и дальше подвигать, мы как бы поддержим инициатива, если они как-то после дискуссии как сформулируются и вот какие-то конкретные уже идеи превратятся. А так все свои как бы претензии по поводу работ, качества, я как бы в прошлом году говорила, и что очень у нас, я кроме там Нурбека в плане того, как на злобу дня человек пишет, других материалов не видела, сеть, другие работы, это были люди, которые вот просто ради этого конкурса участвовали, а не потому, что они там были тронуты той или иной темой, которая происходит в обществе. Вот, потому что у него не только по поводу свободы слова, у него была куча, каждый там кейс связанный там с реакцией, с расследованиями, с какими-то изменениями в парламенте, он всегда реагировал. Мне кажется, вот такой подход должен быть в сегодняшней карикатуре. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашим участникам. Наверное, подытожим, да? Или еще есть высказывания? Вот такие, Татьяна. Давайте я скажу, как бы, подытожим, для себя, но для вас тоже, вывод, как бы, свой вывод сделал, я здесь набросал. Да, вот конкурс нужен, мне кажется, все-таки только ради того, чтобы находить новые таланты, именно карикатуристов. А у нас молодежь талантливая, я это знаю. Поэтому, вот, хотя бы для этого. Это первое. Второе, тему, да, вот эта свобода слова, то все уже действительно, как-то повеселее. Вот как ребенка, когда вовлекается что-то, вы делаете, даете ему задание, чтобы ему было интересно. Так же и здесь, карикатуру надо возвлечь как можно больше людей именно какой-то темой такой, не обязательно политика, это же может быть и быт. Все, что может быть. отношения даже. Такую тему найти, или даже разбить над несколько тем, там, допустим, политика и так далее. Вот. Вот это у меня главная идея, вывод, что я сделал. И да, вот к Татьяне всем присоединяюсь, все сказали правильно. Я все. Спасибо. Марат? Если эту идею поддержат, мы и правда хотели немножко переформатировать эту работу, чтобы она была более эффективной и была, скажем, более целевым, чтобы развить жанр карикатуры, мы, скорее всего, попробуем набросать наше видение, как мы могли бы в дальнейшем продвигать или там помогать в развитии карикатуры. И, скорее всего, мы потом к вам обратимся уже как к нашим участникам, и чтобы собрать уже более детальные там письменные виде ваши замечания. Если вы все согласны, то ближе, наверное, к середине февраля мы вам чем отправим письмо, скорее всего, по мероприятию, по конкурсу, как мы увидим, чтобы учесть ваши замечания, предложения еще новые. А так, очень много было полезной, очень-то по... у нас и правда был так, бримсторминг тоже был. Спасибо вам всем за участие. Думаю, что совместным нашим усилием нам все-таки удастся сделать так, чтобы жанр карикатуры развивался, и всякий жанр, жанр журналистиков направлен на то, чтобы сделать общество наше. Спасибо вам всем. Я тоже хочу добавить от себя, на самом деле до этого Алмаз высказался, что мы вспоминаем про эту карикатуру только тогда, когда уже приближается месяц мая, и до месяца мая мы стараемся поднять этот конкурс карикатуры, и мы начинаем обсуждать его, честно говоря, с февраля месяца начинаем готовиться, как будем делать, что делать, надо напечатать афишу, потом его надо развешивать везде, дать объявление, поэтому мы только начинаем думать только тогда, когда нам надо. А на самом деле этот жанр нам нужен, и вот сейчас среди нас присутствует Миржан, я хотел бы предложить Миржан и другим членам средств массовой информации, может они тоже будут поднимать у себя на каналах или на СМИ, или писать будут, да, в интернет-изданиях или по радио, какие-то обсуждения вести именно на этот жанр, специально там тематику поднять и обсуждать в студии или снимать какие-то сюжеты или в новостях или в репортажах, может тогда мы уже как-то найдем еще более наших соотечественников, которые будут помогать нам в этом жанре, и мы постараемся в течение недели, две недели обсудить это всегда тоже и потом решить, как мы будем делать в этом году. Будем проводить конкурсы или не будем проводить, но будем больше обсуждать про этот жанр. И у меня мнение такое, наверное, больше обсуждать, чем организовать конкурс, потом после обсуждения уже выявятся определенные люди, которые мы определим уже, потом после этого уже может конкурс объявить. Алмаз все время пишет, благодарит нас, говорит, каждый год не уставая вы проводите конкурсы, и сейчас тоже пишет конкурс нужен, конкурс нужен. Да, мы понимаем, конкурс нужен, но когда мы объявляем, опять же, те же лица появляются и отправляют те же рисунки, честно говоря, эти рисунки уже достаточно, которые на самом деле язык там топором режется, или там ракета, или перо, или другие. Ну, формат поменяем, Алмаз пишет. Я бы хотел на этом уже завершить наше обсуждение, мы уже полтора часа обсуждаем, спасибо всем, мы еще раз проведем обсуждение, я думаю, мы с вами еще свяжемся, спасибо всем, кто принимал участие, и просьба такая большая, если у вас есть свои знакомые, которые интересуются на эту тему, им тоже передать, что мы будем вас ждать проект. Спасибо всем, здоровья и добра вам. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. А самое главное, не болейте. До здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok